В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Руслова. Здравствуйте! Slow Food – международная общественная организация, созданная в 1986 году в противовес системе быстрого питания. Она ориентирована на сохранение биоразнообразия местных кулинарных традиций. Сейчас Slow Food – это глобальное движение, объединяющее миллионы единомышленников в более чем 160 странах, главная цель которого – обеспечить всеобщий доступ к вкусным, чистым и честным продуктам питания. И сегодня у нас в гостях вице-президент организации Центра содействия, сохранения и популяризации культурных гастрономических традиций, здорового питания, образа жизни, биологического разнообразия, органического сельского хозяйства Slow Food в России, член Общественной палаты Сахалинской области Екатерина Королева. Здравствуйте, Екатерина Алексеевна! Здравствуйте, Ольга! Екатерина Алексеевна, расскажите немножечко о том, вот я, конечно, вначале сказала про эту организацию, но все равно, что из себя представляет Slow Food, как она появилась и как вы стали членом этой организации? Хорошо. Во-первых, Ольга, огромная благодарность за приглашение на эту передачу. Организация Slow Food международная – это прежде всего гастроэкологическая организация, которая возникла в прошлом веке. Когда появился первый Макдональдс, система быстрого питания в городе Риме, то продвинутая итальянская молодежь вышла с манифестацией против вот этой вот системы, новой системы быстрого питания, и с тех пор возникла организация Slow Food. И сегодня действительно более миллиона единомышленников в мире поддерживают стратегию и философию организации Slow Food. И есть президент Карло Петрини. Вы знаете, интересный факт, что сегодня по версии Guardian, он входит вот в 50 человек, которые спасут мир. То есть, на мой взгляд, это человек мира, который мыслит стратегически, и который действительно заботится о том, чтобы питание вкусное, чистое, честная еда была не просто правом, а чтобы это стало доступным всем людям мира. Организация действительно включает в себя очень много стран. И что очень важно для меня, когда я узнала эти факты, что из 86 стран коренные народы мира поддерживают это движение. Вот я Нивха из Сахалинской области. И когда-то в 2016 году в Москве наши Slow Food, тогда только начиналось это движение, зарождалось, они проводили лабораторию вкуса. И мы с своими подвижниками приехали из Сахалина, чтобы участвовать в лаборатории вкуса, и заявили два продукта сразу. Это очень интересный продукт МОС. Это традиционное обрядовое нивское блюдо, которое нивские женщины готовили на медвежий праздник давно. И особым образом варили шкурки от рыбьей кожи, перетирали их, добавляли обязательно нерпичный жир и разные ягоды. И вот это блюдо мы заявили на лабораторию вкуса, а также шиповник перетертый с нерпичным жиром, но это кладезь витаминов. И когда мы победили в определенных номинациях с этими сахалинскими блюдами нивхов, вот это был наш путь в слоу-фуд. В слоу-фуд можно прийти по-разному. Мы пришли через лабораторию вкуса. Ну и очень интересные такие факты сегодня, чем занимается слоу-фуд в мире, международный слоу-фуд. Прежде всего, это определенным образом простроена стратегия, философия мышления за то, чтобы сохранить биоразнообразие. Это раз. Второе, за то, чтобы вот сегодня в период пандемии, COVID-19, сегодня очень важны, об этом говорит Организация Объединенных Наций, сегодня просто престижно-традиционные знания коренных народов. Я приведу маленький пример. У нас в Сахалинской области очень популярен продукт нерпичный жир. Нерпичный жир. Вы знаете, когда шла Вторая мировая война, понятно, был и голод, и холод. И нивский продукт нерпичный жир, он очень многих людей спасал тогда. И сегодня этот ценный продукт, который благоприятно влияет на очистку легких. Понимаете, вот когда сохраняются традиционные знания, вот отсюда одно из направлений в слоу-фуд, замечательное, оно называется ковчев вкуса. Это международный виртуальный каталог, в который сегодня входит почти пять тысяч продуктов. И не только продуктов. Это могут быть и очень редкие животные, исчезающие с лица планеты Земля, либо определенные растения. Так вот, эти пять тысяч продуктов... Кстати, в России в прошлом году издана... Наша организация «Слоу-фуд в России» издала книгу ковчев вкуса. И туда включили пока сто продуктов Российской Федерации. Очень интересные. И что касается Нинькского автономного округа, то там очень интересное традиционное блюдо ненцев леска. Это определенным образом ненецкий хлеб, который они готовят определенным образом. Даже не слышала. Да. И, ну, произношение интересное. Кто-то говорит леска, кто-то говорит резка. Это понятно. Но в книге «Ковчег вкуса. 100 продуктов российских» вот и там еще есть мороженое. Мороженое. Я когда приехала, вот 19 октября, успела побывать в Ниньцкой тундре. Мне очень захотелось посмотреть. И когда тундра... Знаете, я прям вот встала и кричала «Здравствуй, Ниньцкая тундра!» «Дай мне свои силы!» Ну вот это как бы такая потребность познакомиться с новым местом. И вдруг нахожу красивейший куст необорванной голубицы. И между голубицей вот такая красивая увесистая веточка брусники. А внизу сикса черная. Знаете, это был подарок тундре мне. Ну да, входит туда Марушка, я сказала, от Ниньцкого автономного округа в эту книгу. То есть, понимаете, очень много направлений, очень много проектов. И для меня важно, что коренные этносы Российской Федерации, всего мира вступают в это движение осознанно. Почему? Потому что еда, она базируется у любого этноса, у любого народа. Неважно, малочисленный он или он статусный. Еда – это родной язык. Еда – это традиции семейные. Еда – это всегда, знаете, это корни. Это погружение в культуру. Это формирование твоей идентичности. Вот еда – это то, что мы едим. Поэтому, когда коренные малочисленные народы сейчас участвуют во всероссийских фестивалях, мы уже три года, наша организация «Слово фуд в России», она появилась в 2018 году, юридически зарегистрированная. И у нас 46 отделений по России. Они называются конвивиумы. Так вот, когда мы проводим всероссийские фестивали, то такой широкий отклик у представителей коренных этносов Российской Федерации и, конечно, очень много гостей. Например, мы провели всероссийский фестиваль «Мать, земля, коренные народы, дикоросы» в 2018 году. В 2019-м провели фестиваль «Мать, земля, коренные народы, рыба». Вот в этом году наша организация «Слово фуд в России» провела всероссийский фестиваль «Мать, земля, коренные народы, мясо, молоко». Вы знаете, какой всегда живой отклик? Сколько блюд или из дикоросов, или из рыбы, или из мяса приносят представители коренных народов на конкурс. Это раз. Второе. Обязательно проходят очень интересные конференции, где люди делают доклады и рассказывают, вот какую роль в их жизни играет тот или иной продукт. У нас выступают ученые, это очень интересно. И очень важно, что мы всегда проводим конкурс «Ковчег вкуса». Международный конкурс, но мы его проводим в рамках Российской Федерации. И он проходит очень просто. Вот мне нравится вот эта система, когда все участники приносят свои блюда, о нем национальной одежде. Они могут на конкурсе представить свое блюдо на родном языке, это очень важно. Но вот когда конкурс «Международный ковчег вкуса», собираются гости, все желающие. На столах стоят блюда, национальная кухня из разных регионов Российской Федерации. Мы ставим большие пластиковые стаканы, людям раздаются фишечки, люди проходят, начинается дегустация. Что такое дегустация? Это очень внимательное оценивание вкуса. И, возможно, ты знакомишься с новыми вкусами, потому что это такое изобилие блюд, которые хозяюшки привозят. И если тебе блюдо понравилось, то ты эту фишечку бросаешь в тот пластиковый стакан, он прозрачный, и здесь не надо никакого жюри. И здесь не будет никаких столкновений, бывают во всяком конкурсе какие-то человеческие факторы. И мы все видим, возле какого блюда наполнился стакан. Вот это блюдо побеждает. Очень важно всегда мотивировать людей и всегда поддерживать, потому что вот те участники, которые во всероссийских фестивалях побеждают, они награждаются от организации Slow Food в России, награждаются путевкой, чтобы участвовать в Slow Food в Турине. Что это значит? В Турине раз в два года проходит встреча Slow Food'овцев всего мира. По различным направлениям. Бывают Slow Fish, это то, что касается рыбного промысла. Бывают Slow Cheese, это огромный пласт, потому что в движении Slow Food борются за то, чтобы сыр делался из непастеризованного молока, чтобы коровки гуляли на лугах, то есть, понимаете, здесь очень, я уже подчеркнула, что это определенная философия здорового питания, исходя из права человека на вкусную, честную, чистую еду. Знаете, вот когда начинаешь с людьми беседовать, вот вчера была встреча в этнокультурном центре, и как интересно люди откликаются, когда начинаешь их спрашивать, а какая для тебя еда вкусная? А как вы считаете, какая еда чистая? А какая еда честная? И тогда налаживается диалог, потому что о вкусах не спорят. Еда для каждого любимая, вкусная, своя. Но в основном в диалоге люди сходятся во мнении, что она должна быть из органических полезных веществ, что она должна быть чистая, без всяких примесей, чтобы в ней не было вкусовых заменителей, красителей, ГМО и так далее. И честная, когда она достойно оплачивается, когда она и красивая упакована, потому что ее хочется купить. Понимаете, и вот еда объединяет. Ольга, еда объединяет людей. Это вот уже три фестиваля показали. Вот был фестиваль в этом году «Мать земля, коренные народы, мясо, молоко». Сколько людей откликнули, сколько было мастер-классов. Приехал представитель нанайского этноса из Хабаровского края Леонид Сунгоркин, и он показал, как делать нанайские пельмени. Как они взбивали сливки из оленевого молока. Сливки взбивали и делали мороженое. Понимаете, сколько мастер-классов, сколько людей. Вот действительно еда объединяет. Человек, вот есть такой проект у нас, огород на подоконнике. Его тоже проводит один из лидеров Слово Фудб России, вице-президент наш Анатолий Мерзыкин из города Лобня. Понимаете, вот мы как-то объединены, вот вроде бы как мы далеко, а на самом деле мы объединены этой идеей. И он, у него уже многолетний проект огород на подоконнике. В детском саду маленькие детки, в школах рассаживают семена. Они дружат с институтом генетики, всеобщей генетики имени Вавилова, Российской Академии Наук. И получают оттуда элитные семена. Ребеночек с детства приучается, как правильно посадить, как поливать, как разрыхлить землю, что потом вырастет, а потом они такие ярмарки проводят. Так вот, я к чему? Леонид Сонгоркин в этом году в Москве все это увидел. И уже пишет мне, уже на Фейсбуке выставил, он уже организовал в Хабаровске такой же проект огород на подоконнике с детским садом. Понимаете, вот когда это, когда вроде бы твоя идея, вот когда у меня эта идея возникла провести фестиваль, когда я была в городе Бра. Я там попала на местный, фестиваль местной еды, локал фестивал в городе Бра. Мы жили в итальянских семьях, нас прекрасно принимают, когда проходит вот этот Slow Food International. И однажды хозяйка Джема говорит, пойдем с нами вечером, пойдем. И мы пришли на площадь, старинная площадь города Бра, и я увидела вот такие огромные срубленные столы, скамейки, повернешь голову направо, налево, везде палатки. Это все местная еда, это то, что ты можешь купить, ну незначительная цена, но это то, что это местная продукция. Ну, если я скажу, что это было более ста палаток, это будет правда. И когда я, знаете, вот растерялась, а что же мне попробовать? Я поймала себя на мысли, что мне хочется попробовать, Оль, такое блюдо, которое я никогда, нигде в мире не куплю. Я стала ходить вдоль этих палаток, слушаю русскую речь. Девочка из Белоруссии, и, ой, я тебе помогу, и так обрадоваться, потому что русская речь. Возьми вот это, и я беру. Это персик французский, разрезанный наполовину, заполненный амаретой и шоколадом. И все это было сделано в духовочке. Ну, это вкусно. Знаете, я думала, как им на английском языке перевести язык проглотишь. Вот как им передать эти чувства? И когда хозяйка увидела, что я это ем... Вот насколько внимательно утром она уже приготовила мне этот персик и сказала, вынесла на красивом подносике. Каждый персик был завернут в фольгу и сказала, нести на занятия. А у нас там проходил Координационный совет по коренным народам в рамках Slow Food в мире международном. Неси, угощай своих. Так вот, именно в этом городе, бра, у меня зародилась вот идея такая-такая туманная, а давайте в России проведем вот такой. Вот там зародилась, благодаря общению. Там же, понимаете, вот там столько молодежи, они из Африки, потому что у них африканские сады. Они очень много... Альянс поваров мировой. Те, кто занимается сыром, вот со всеми общаешься, и вот такое проходит обогащение. Вот эта идея зародилась. И когда я нашему президенту, Юрию Анатольевичу Столповскому, он президент Slow Food в России, у нас замечательный вице-президент Юлия Якель, которая ведет, мощно ведет сайт, и очень много программ для того, чтобы популяризация шла стратегией Slow Food. Так вот, я ему говорю, давайте проведем, давайте. Но чтобы провести, всегда нужны люди, кадры, нужна материально-техническая база, и обязательно нужны средства. Что я сделала? Ну, если я вижу поддержку президента и вице-президента, давайте. Вот главное слово давайте. Я приехала на Сахалин и пошла в нашу компанию, всемирно известную, которая называется Сахалинская энергия. Пришла и говорю, вот такая есть идея. А что хотите? А хотим по дикоросам. А почему? А вот хотим показать, знаете, какие блюда коренные народы делают только из дикоросов. Что это дает их организму, что это дает вообще глобально сохранению традиционной культуры и традиционных знаний этих коренных народов. И компания Сахалинская энергия выделила нам деньги. Понимаете, и мы смогли провести вот этот первый всероссийский фестиваль «Мать земля коренные народы дикоросы», когда стали приходить по электронной почте первые заявки от коренных народов. Знаете, вот, кстати, из НАУ, с Камчатки, с Приморского края, с Хабаровского. И я поняла, что мы попали в точку. Люди нас... Вот когда твоя идея становится идеей коллектива, организации, и все стали думать, как это все красиво оформить, как привлечь. Сделали конкурс рисунков. Детки приходят, москвичи гости, а мы сделали, знаете, вот, ну, не очень много средств, всегда хочется красиво оформить. Но когда средств нет, надо креативить, и надо основываться на художественных промыслах коренных народов. И мы сделали вот такие 40 на 40 сантиметров ягоды, обязательно с цветочком, чтобы было для восприятия понятно, как она цветет. Вот тебе черника, вот тебе голубица, вот тебе морожка. На баннере написали на разных языках коренных народов, потому что, когда мы проводили этот международный фестиваль, был год родных языков коренных народов Российской Федерации. То есть идет популяризация родных языков. И вот так повесили на тоненькой зеленой лесочке, и эти цветочки вот так живо, они вертелись, и это было так красиво. Директор Нарьянмарского вашего колледжа Галина Алексеевна Назарова, вы знаете, вот с разных регионов стали помогать. Так вот она из Фоамирана сделала очень много различных поделок. Ну, например, Нивский ансамбль «Пелокен», «Большое солнце». Либо там мальчики идут, она же Нивха, мальчики идут на охоту и так далее. И друзья мои из Красноярского края сделали Нивский чум и так далее. Так вот, когда детки участвовали у нас, допустим, в конкурсе рисунков, вот он, может быть, никогда морошку не видел. А мы говорим, а вот посмотри, ребенок смотрит на эту морошку, и какая она красивая. Так если он нарисует, мы ему в стаканчике выносим ягодку. Потому что ребенок, может быть, он пришел в гости к нам на стенд, он никогда не видел этой морошки. Он попробовал ту же морошку и чернику, и голубицу, бруснику, и так далее, клюкву. Вот. Мы делали зону народной дегустации обязательно, когда на больших разносах нарезаешь рыбу, которую привез, там ягодку выставляешь, и выходишь, вот, угощаешь все регионы, и угощаешь всех гостей. Ну, понимаете, вот я еще раз скажу, еда объединяет. Поэтому, когда... Кстати, вот по поводу колледжа. Знаете, Оль, я была в Нарьанмаре 20 лет назад, и мне, как гостю, есть с чем сравнить. Вы знаете, я так порадовалась, какая мощная стройка в Нарьанмаре. Я столько увидела... Я, знаете, я просто замерла вот душой, когда я увидела памятник альонно-транспортному батальону. Вы знаете, это вот, это дорогого стоит. И то, что я увидела, что власти уделяют внимание очень... Для меня важно, что... Понятно, что каждый регион многонациональный. У нас Сахалинская область, у нас 4 коренных этноса, у вас многонациональный автономный округ. Но когда власть, исполняя свои полномочия, уделяет внимание сохранению традиционной культуры, уделяет внимание коренным народам... Вот я когда увидела этнокультурный центр ваш, и там выставка кукол проходит, и там так встретили, там такая молодежь продвинутая. И сразу как-то директор... Я пришла к ней, Елена Ивановна, говорю, вы знаете, вот я из Сахалинской области, а давайте вот вместе проведем? Да давайте, это так интересно. И понимаете, все кинулись помогать. И это так здорово. А в колледже на Рианмарском я увидела, как у них колледж оформлен, студенты оформляли. Вот по лестнице поднимаешься, вот тебе сетка. Разные виды рыб красиво сделаны из фоамирана. Акация Галина Алексеевна Назарова проводит мастер-класс. Сегодня в библиотеке у них проходит выставка, которую все могут посмотреть, когда студенты тоже из фоамирана. Используя разные техники, вот под руководством Галины Алексеевны, они сделали сейчас выставку. Там и собачки, и куклы, там всякие разные светильники. Это настолько красиво, но это креатив. И, знаете, единственное, все-таки хочу сказать, очень сожалею, что очень хочется, чтобы был новый колледж. Ну, обещают. Очень хочется, Ольга, чтобы был новый колледж, чтобы там были современные условия, потому что в этом колледже, я убедилась, когда выхожу на их сайт, там работают замечательные педагоги-креативщики во главе с их директором. И мне очень приятно, вот сколько я здесь дней, где только я не встречаюсь с выпускниками колледжа имени Волчейского. Да, я тоже училась в колледже. Например, с Ольгой, да, например, с Василием из вашей компании. Сегодня включаю новости. Галя говорит, а это наш парень, диктор. Понимаете, где только... Это так приятно. А в этнокультурном центре? Возьмите, Ольга Ефремовна работает, и кто там, там очень много выпускников, которые вот закончили колледж. И знаете, что очень важно? Я думаю, что вот эта креативная обстановка в колледже по развитию личности, по поддержанию традиционных знаний, культуры, вот она дает таких выпускников. Ну, это очень классное заведение, я скажу вам, потому что человек имеет возможность, ну, выпускник школы, так скажем, да, он имеет возможность определиться, кем он хочет стать, но в то же время не потерять какие-то знания и навыки, то есть он получает другие профессии и в то же время думает о том, где я буду учиться еще. Ну, вот замечательно, но очень хочется, если обещают, чтобы появился колледж, чтобы это было современное здание, напичканное, понимаете, вот всей сегодняшней, всеми этими IT-технологиями, чтобы действительно там потенциал, вот в этом колледже находят резерв в студентах, а вот чтобы потенциал раскрылся, нужно создавать определенные условия для этого. Будем надеяться. Да, будем надеяться. Давайте вернемся к нашему Slow Food движению. Екатерина Алексеевна, а скажите, вот насколько сложно вам придерживаться в простой жизни, да, вот вне фестивалей, вне каких-то вот конкурсов, да, изыскательских каких-то работ, да, в виде там интересных блюд, вот в простой жизни, это сложно быть сторонником Slow Food'а, или это... Это замечательный вопрос, это вопрос в точку спасибо, Ольга. Смотрите, ну, все же от нас зависит. Я когда пришла в организацию Slow Food, вот первые шаги в 2016 году, понимаете, у меня ушли в прошлые пакеты. Я использую те сумки, которые, ну, там где-то подарили, с логотипом Slow Food, пусть она будет Slow Food International, пусть она будет Slow Food in Russia. Я использую сумки. И так же смотрю, делает моя сестра. Теперь меняется мышление, меняется восприятие. Но ты же меняешься, потому что ты запустил в себя что-то новое, и ты этому новому открыт, как личность. Я, например, знаете, сейчас ничего не выбрасываю. Организация Slow Food в России, и Slow Food мировая проводит такое мероприятие, оно называется Дискосуп. Когда из остатков пищи готовят прекрасные блюда. У нас же очень много ресторанов, и в России, и за рубежом, у которых есть улитка, символ организации Slow Food. Она дается на год. Вот ты подтвердил. Вот, например, в Суздале, когда был учредительный съезд нашей организации Slow Food в России, я побывала в ресторане «Огурец». Вы понимаете, я пришла, и я попробовал кофе с огурцом. Я купила маленькие красивые баночки с огурцовым вареньем, огуречным. Ну, и там было очень много продукции, которая на огурце, и вообще создальцы, они боготворят огурец, у них же праздники огурца проходят. То есть, когда проходит этот диско-суп, это можно сделать в семье. Ты же можешь это сделать дома, из остатков продуктов что-то приготовить. Но большие рестораны... Вот смотрите, Карл Петринин, наш президент всемирный, он говорит, что мир полярный, и мы с вами это понимаем, с одной стороны ожирение, с другой стороны голодание. Ведь у нас миллионы людей голодают. И когда рестораны с логотипом Slow Food, и кафе в мире делают из остатков еды прекрасные блюда и кормят людей, я считаю, что это вызывает уважение. Вот меняют, понимаете, появляются эко-привычки, экологические привычки. Когда ты уже... Когда, понимаете, вот я, например, когда с мужем мы ловим рыбу, я всегда... Я просто бегу с рыбалки, я очень зимнюю рыбалку люблю, я бегу с рыбалки и начинаю готовить из свежей рыбы. Понимаете, мы такие сахалинцы привередливые. Если навага полежала два дня, извините, мы ее есть не будем. Вот я ее поймала или корюшку, я прибежала и сразу нажарила для семьи. Или сварила ухи. И причем ухи... Уху я буду варить, как мамочка моя учила. По-нивски. Я беру корюшку, разрезаю, мою, разрезаю на половинки. И вот эту корюшку я буду... Ну, можно там пару картофелин, но на четыре части. Обязательно приправлю потом свежим укропом. Туда обязательно, когда готовишь, нужно порезать мелко лук репчатый. И обязательно черный хлебушек с маслом. Вот такая уха вкусная. Потому что не надо из рыбы вычищать. Она тебе даст навар, она тебе даст бульон. Я очень люблю собирать ягоду. То есть вы даже плеск не чистите на рыбе? Никогда. Нет. Вот как мама учила. Мама, старейшина, Нивха, разрезала на половинки и аккуратненько опустила. И так многие у нас на севере... Я на севере Сахалина живу. У нас так многие хозяюшки готовят. То есть, понимаете, вот когда люди на рыбалке, вот мы общаемся, идет взаимопроникновение культур. Это однозначно. Еда не только сближает. Она... Вот ты начинаешь дружить с теми людьми, и она тебя сплачивает с ними, знакомит, сплачивает. Потому что хозяюшки на рыбалке, вот снег слепит, ослепительный. Мы в очках, в масках, потом уже в маске не могу дышать. И становишься черным на этой рыбалке. И начинаешь чем это все отбелить. А потом все равно переходишь на рецепты. Кто-то любит навагу пожарить. Кто-то любит навагу сделать в соусе с лучком. Кто-то ее сушит. Понимаете? И вот это взаимопроникновение культур, потому что, ну, ты становишься частью слоу-фуда, или слоу-фуд становится частью тебя, потому что у тебя действительно формируются экологические привычки. Ягода. Ну, ягода – это тот дикорос, который изревле и у ваших, у немцев. Я посмотрела, сколько ягод собрала моя сестра, когда она успевает, но она молодец. Я также люблю. И тогда вот из ягоды готовятся различные блюда. Я, например, расскажу, какое невское блюдо мама нам готовила в детстве. Берется ягода сикса. А что такое сикса? Сикса – это такая черная ягода, ею можно напиться. Она такая крупная, черная. Она, кстати, у вас растет в тундре. И мама брала сиксу, отваривала горбушу свежую, вот так ее разминала, отмачивала, и потом посыпала в ягоду и заливала маслицем. Чуть-чуть сахарку. И это вкус арбуза. Понимаете? Это вкус арбуза. Ученые выяснили, что сикса, которую очень активно в своей культуре питания используют нефхи, сикса, она очищает кровь. Не только просто можно напиться. Она очищает кровь. Она благотворно очень влияет на систему пищеварения и так далее. То есть, понимаете, вот вы говорите, что у меня изменилось. Я, если я раньше делала компоты или делала, допустим, варенье, теперь я стараюсь все это сохранить. Больше заморозить. У меня три внука. Вот внуки, они такие интересные, когда я привожу, допустим, клюкву. Прихожу к ним в гости. Они на матрасике лежат, на животиках. У каждого мисочка и ложечка. Они смотрят свои мультики, там, передачи. И я смотрю, что у них заморожено. Они даже не размораживают. Клюква, и они ее наяривают. И причем могут без сахара. Понимаете? То есть, вот, когда я собираю, я всегда думаю о том, как они вот так втроем будут лежать и есть ягоду, которую я для них собрала. Я очень часто для них делаю вот такой интересный, появился новый вкус. Знаете, когда начинаешь что-нибудь делать у тебя? Открытие, мини-открытие, новый вкус. Так вот, оказывается, если взять голубицу спелую и смешать ее со спелой малиной, они же созревают в один период. И бросить немножечко и тоже смородины, и чуть посыпать сахаром. Получается такой вкусный домашний десерт. Это действительно язык проглотишь. Так вот, я делаю такой десерт им в зиму. Сегодня у нас очень развита система упаковочная вот эта. Она дешевая, пластиковая. И я им забораживаю эти десертики. Сверху там обязательно положу веточку смородины крупной или там малинки. И вот эти десерты они очень любят, потому что это кладезь витаминов. Екатерина Алексеевна, у нас программа к концу подходит. Расскажите в конце программы о том, как вообще стать членом. Вот что нужно сделать для того, чтобы попасть в эту организацию замечательную? Знаете, вот когда мы вчера встречу проводили, и главный для меня, как модератора этой встречи, результат, что подошла молодежь, вот девушки из этнокультурного центра и говорят, а мы хотим вступить. Вот это главный результат встречи, когда люди проникаются вот этой философией и хотят стать единомышленниками и участниками движения Slow Food в России или в мире. Это очень просто. Нужно набрать в любой поисковой системе, будь то Яндекс, Гугл, в любой, Слава, можно по-русски, Slow Food в России или просто Slow Food, выскочит обязательно информация, сайт, официальный сайт Slow Food в России, в нем очень много разделов. Он такой познавательный, он такой, знаете, он дает очень много информации, какие проекты ведет организация, как туда можно вступить. Вот смотрите, в Ненинском автономном округе, к сожалению, пока, пока нет отделения Slow Food в России. Я очень надеюсь, что появится. Появится, потому что вот вчера на встрече девушки из этнокультурного центра рассказывают, а мы на Сокровищах Севера, в Москве, мы ходили на мастер-класс с сахалинцем, и мы там научились Невской вышивке. То есть контакты уже завязаны. И на этом сайте он выскочит, Slow Food международный, Slow Food в России, там очень много разделов. Очень важно было бы, чтобы пополнялся фонд Копчега Вкуса. Очень много ведь есть у немцев своих, знаете, это целый кладезь, вот из глубины веков, память потомкам, тех исчезающих продуктов, которые можно передать, и которые можно заявить в Копчег Вкуса в России, в Копчег Вкуса международный. Так вот на этом сайте есть форма. Там есть электронная почта, куда можно написать. Например, Юлия Яковлевна Якиль, там есть электронная почта, куда можно написать. Либо нашему президенту обязательно есть обратная связь. И я очень надеюсь, что в Ненецком автономном округе появится благодаря вот инициативной молодежи, креативной молодежи, появится отделение Slow Food в России, Хочется, чтобы в ресторане у нас в каком-нибудь тоже улитка была, чтобы это было бы замечательно. Это улитка означает, что здесь чистые, вкусные, свежие, честные продукты, что они сделаны на основе традиционных каких-то рецептов, может быть, знаете, глубинных, старинных, которые можно возродить. Вот, знаете, я всегда такой пример привожу. Есть еще такое направление, как Президия. Это направление очень важное в мире, потому что это охранный проект. Вот у нас в России только один продукт Президия. Это поморская соль. Поморская соль. Ольга Ягодина в 2016 году солеварню организовала. Она там в архивах копалась, откопала эту соль, поморскую знаменитую. В 13 веке упоминается. Благодаря этой соли солили рыбу, семгу, там всякие вкуснейшие породы рыб, которая подавалась на княжеские и царские столы. И сегодня шесть. Шесть солеварин, которые работают в России. Вот вам результат работы слоуфуда. Екатерина Алексеевна, спасибо вам огромное. К сожалению, да, программы так много хочется еще спросить, так много, так интересно вас слушать, но программа наша подходит к концу. Спасибо большое, что вы к нам пришли. А я вам напоминаю, что в нашей студии была вице-президент организации Центр содействия и сохранения популяризации культурных гастрономических традиций, здорового питания, образа жизни, биологического разнообразия, органического сельского хозяйства. Слоуфуд в России член Общественной палаты Сахалинской области Екатерина Королева. До свидания, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин